Ребят, привет, с вами как всегда Джамбо Макс и может меня поздравить, я приобрел Принц Перси Забытые Пески. Да, 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 именно эта игра была в инстаграме в истории, поэтому, ну, подписывайтесь, там иногда выкладывают что-то интересное. Начну, пожалуй, с того, как мне вообще сбрело в голову найти эту игру и для чего она мне вообще понадобилась. Дело в том, что как-то раз я начал вспоминать игры, которые я проходил давным-давно, вспоминать серии, по которым я соскучился, и одна из серий, по которой я реально скучаю, это была Принц Перси. К сожалению, на Xbox One всего лишь три игры, которые доступны по обратной совместимости. Это Принц Перси первая, Принц Перси, по-моему, 2007-2008 года, это Принц Перси, которая мультяшная, и Принц Перси Забытые Пески. В первую часть я, к сожалению, не особо хотел играть, потому что она не переведена на русский язык, а Принц Перси, которая мультяшная, мне, по сути, не понравилась. Да, конечно, меня могут закидать дизами за то, что я купил именно этот Принц Перси, поскольку многим он не понравился, но, блин, ребят, я же купил то, что мне нравится, поэтому сорян. Вообще, покупка данного диска была непростой, поскольку, когда мне взбрело в голову добыть именно эту часть Принц Перси, я облазил весь интернет. Я читал форумы, лазил по барахолкам, смотрел Авито, и в итоге поблизости я ничего не нашел, связанное с этой игрой. И да, если кто-то не знал, то вот эту игру через Microsoft Store никак не купить, ее там просто нету в российском регионе. Но как-то раз так получилось, что мы списались с моим другом, который живет в Хабаровске. Кстати, Антоха, большое тебе спасибо за диск. Списались и начали говорить про игры обратной совместимости, и ему рассказал свою идею, что я хочу добыть этот диск и не знаю, где его взять. Ребят, как раз-таки в Хабаровске была эта игра. Вот это совпадение я не думаю. Стоил этот диск в Хабаровске, по-моему, где-то 1500 рублей, но в итоге он мне достался за все 800. Да, мне повезло. И, в общем-то, недолго думая, я попросил Антоху сгонять за этим диском и отправить мне в Москву. В итоге этот диск проехал 7000 километров, а может быть даже и больше. Да, возможно, эта игра была на eBay, но я не хотел принципиально заказывать английскую версию, поскольку, ну, мне все-таки добыть русскую версию, чем играть на английском. И вдобавок ко всему, российская версия содержит полноценный русский язык, что, конечно же, плюс. Если говорить о покупке, то на самом деле диск я не покупал давно, то, поскольку я сижу на цифре, это немножко выгоднее и удобнее в плане того, что если у тебя два Xbox, тебе не приходится покупать вторую версию игры. Вот. Кстати, единственный трабл редких игр, это в том, что у них может быть покоцана обложка. Если вы видите, она прям вся в дырках, я не знаю, где она была, где она лежала, но, так скажем, она была такая на витрине. Также, если вдруг кто-то не сталкивался с дисками от Xbox 360, раньше были вот такие вкладыши. Там, по-моему, была инструкция, типа, содержание, как играть, какие-то, может, дополнительные материалы по типу биографии персонажей и тому подобное. В общем, ненужная, но прикольная штучка. Так, ну давайте, в принципе, не томить и запустим эту игру, и посмотрим, какая она. Ну, я просто реально соскучился по Принц Перси, и, блин, мне охота уже поиграть. Да, как вы видите, Принц Перси успешно сохраняется, значит, с диском все в порядке. Блин, на самом деле, это один из немногих моментов, когда я использовал дисковод на своем Xbox One Fat, поскольку я его практически вообще не использую, ни фильмов не смотрю, а все игры у меня практически в цифре. На самом деле, я реально соскучился по Принц Перси, поскольку Ассасин вот здесь уже, его дует как корова, и хочет все-таки какой-нибудь перезапуск или переосмысление Принц Перси. Ну, потому что это довольно-таки классная франшиза. Если вдруг согласна, то лайкните этот видос. Кстати, забавный мини-факт. Несмотря на то, что ее снул диск в Xbox One, игру он все равно скачивает с интернета. Все? Погнали. Кайфово. На самом деле, на этом Xbox еще ни один Принц Перси не был. Вот так вот. Кстати, эту часть я вообще не помню. Я играл, у меня она была, но... Она была, по-моему, на английском, и я не помню вообще сюжет в ней. Отлично, что она на русском. Насколько я знаю, этот диск должен быть полностью на русском, даже озвучка. Да, она на русском. Вообще ништяк. Кстати, за что мне нравится играть в Ubisoft, так это за то, что они всегда переведены на русский язык. И переведены они неплохо. Хоть, конечно, многим не нравится то, что переведено на русский, многим нравится играть в оригинальный, но мне все-таки играть комфортнее на русском, поскольку я не отвлекаюсь на субтитры и погружаюсь в игру намного лучше, чем читать субтитры. Впрочем, это начало игры. Конечно, графон на заставке отличается, но в целом он неплохой. Блин, вот раньше тоже были клевые игры. Так, ну-кась. Посмотрим на боевую систему. Кстати, вот знаете, звук удара меча, он такой себе. Фигово сделанный. Такс. Самое, кстати, козырное в Принц Персии это бежать по стене. Это прям фишка была в Принц Персии. Вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой. Сорян. Что-то я не то сделал. Дубль два. Блин, как-то вот он, знаете, раньше в Принц Персии он так-тык-тык-тык прям побежал. Все, нормас. Так, оглушение. Ой-ой-ой-ой, а как защищаться вопрос? Знаете, на самом деле, вот данный Принц Персии он выглядит прям, вот я не знаю, какой-то демо-версией какого-то Ассасин Крида, потому что графон такой простенький. Ну, просто, блин, игруха старая, поэтому она так выглядит. Так, а что делать вопрос? Наверное, побежать. Вы знаете, по ощущениям в Принц Персии, там, втором, третьем, ну, вот в трилогии он бегал намного как-то лучше, быстрее, чем в этой. Кстати, лично моя любимая часть Принц Персии это Два Трона. Просто офигенная часть. Обожал ее, перепроходил много раз. Кстати, напишите в комментариях, какая часть любимая ваша. Что касаемо Принц Персии мультяш, то мне он жутко не понравился, поскольку там в большинстве случаев просто идет карабканье, лазанье вот такое, а битв там вообще практически нет. Он так легко лезет, блин, и если попробовать так живо полезть, это вообще пальцы отсохнут. Так, вот я не помню, как здесь всякие комбухи делать, и можно ли их вообще делать здесь. Так. Все, отлично. У нас есть уклонение. Оп-оп-оп-оп-оп. Оглушение. Нифига себе они как валятся. Блин, и что, никаких добиваний нет? Серьезно? Что-то как-то скучненько. Кстати, вот боевая система в этой части, она какая-то такая, не очень, я бы сказал, считай, три удара, ну четыре, ну пять. И все. Блин, если честно, на самом деле, вот прям желаю, чтобы юбики перезапустили Принца Персии, или сделали что-то по игре Принца Персии на новый лад, потому что, ну реально, такая клевая франшиза, по которой, мне кажется, многие соскучились. То же самое, как и Спринтерсел. Пока все довольно-таки легко и примитивно. Чик. О. Опа. Мощная атака. Нифига себе, они как спичные коробки падают от этого удара. Оп. Конечно, добивание тут такое себе. Кстати, здесь он довольно-таки неплохо лазит, прям по этим вот, прям по кубикам. Так, а вот и первая головоломочка. Нам нужно нажать на вот эти штучки и открыть ворота. Оп. Готово. Вот, да, как я и говорил, со щитами нужно... Ох, как он пропал-то быстро. Все? Знаете, почему-то такие вот элементы в играх раньше были незаметны. То есть, как-то ты к ним нормально относился, ничего... ну, не замечал этого. А сейчас, когда ты это видишь, такой, блин, ну, ребят, можно было как-то по-другому сделать. А, вот, все, комбинации пошли. Можно комбинировать. Ой-ё, у меня жизни мало. Плохой знак. Сейчас я, блин, сольюсь. Оп, оп. Прыгаем. О, сольтушка пошла. Ой-ёй-ёй-ёй. Так, так, так. Ну, и все. Нормально мы их разобрали, но, блин, еще чуть-чуть, я бы помер. Блин, как он, как человек по уклазе, это фигеть Так, 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 так Нет, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда Как он так вот прыгнул? Я даже стиком не это Не шевелил Внутренний двор Я думаю, в принципе, на этом, наверное, закончу Потому что, в принципе, уже долго играю И думаю, если у вас есть желание, так скажем, посмотреть от и до эту игру То напишите об этом в комментариях Типа гоу, стрим и прохождение Принц Перси На каком-нибудь стриме я ее могу пройти от начала до конца Но единственное, конечно, не за один стрим, поскольку у меня нет столько времени А за несколько стримов, почему бы и нет В принципе, вот такая вот игруха Я очень рад, что я ее добыл Да, возможно, она не предоставит мне таких ощущений, которые предоставила бы тогда Поскольку игры уже выросли в качестве Выросли в каких-то планах И, так скажем, вот эта игра окажется уже, ну, такой себе Но, в любом случае, ее приобрел Надо будет пройти, вспомнить, что там за сюжет И тому подобное На этом, в принципе, все Если вам понравился видос, то ставьте лайки Подписывайтесь на канал Не забывайте писать комментарии И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok